Здравствуйте, дорогие друзья. Понедельник, недельная глава Пекудей. Что сказать, сегодня трудно учиться, трудно улыбаться, но мы должны что-то делать. Тора очищает мир, так говорили наши мудрецы. Вы знаете, я хочу вам сказать, что мы с главным раввином Украины, Маши Асманом и Володей Кацманом начали потихоньку переводить Тору на украинский язык. Говорят, что это очищает мир. Книга Брешит уже переведена, и начинаем работать дальше. Почему это все происходит, мы не знаем. Но сказано в святой книге ЗААР, что тело, в которое не проникает свет души, его встряхивает, и тогда в него проникает свет. Может быть, мы с вами сделали что-то такое за все это время, где свет перестал проникать в нас. Возможно. В любом случае, если жизнь случайна, она не имеет смысла. И наоборот. Многие думают, что если все правильно, ты хороший человек, и у тебя никогда не будет испытаний. Это не так. Сами испытания часто являются целью нашей жизни. Да, этот мир, полигоны, и очень часто это испытания, такие, которых мы себе не предполагаем. Прохождение испытаний, цель жизни, это так. Но сохраняя связь с Творцом, мы всегда пройдем любое испытание. А что важно сегодня? Ну, наверное, две вещи. Это свет и живость. Пятый Любавический Рэбе говорил, что суть хасидизма в коротком исчерпывающем предложении. Свет и живость даны нашим душам. Эти два слова, вот свет и живость, надо понять. В чем разница, например, между темной, яркой, точнее, между темной и ярко освещенной комнатой. С одной стороны, свет ведь ничего не добавил к тому, что было в комнате раньше, когда мы включили свет. Но он полностью все изменил. В темноте все предметы, находящиеся в комнате, они не имеют смысла, они теряют смысл. Трудно установить их истинную ценность. Вместо того, чтобы использовать их по назначению, можно просто на них натолкнуться или еще что-то. Но когда комната освещена, вы знаете, как всему относиться. Понимаете все, что есть. Так же и с жизненной силой. Дух жизни ничего не добавляет к телу, к реальностью. Те же органы, те же сухожилия. Но какая громадная разница. Без духа этот набор органов, членов просто лежит, как бездвижный камень, не имеющий ни значения, ни важности. И он же может быть живым существом, энергичным, веселым, полным жизненной силой. Вот из-за этой неопределенной вещи, живости, и вот эти два понятия, свет и живость, они иллюстрируют, как можно полностью изменить вообще вид вещей. Мы ничего не добавим к их сути. Одно и то же может быть освещенным и живым, но в то же время оно может быть темным и лишенным жизненным силой. Вот сегодня, как во все тяжелые времена, мудрецы диктуют, что надо развивать себе свет и живость. Кроме того, сегодня, безусловно, время помогать. Сегодня всеукраинский еврейский конгресс выделил более 4 миллионов на помощь беженцам. Мы их уже передали через главную руину Украины для закупки продуктов и всего остального. И это надо всем делать сегодня. Может быть, кто-то хочет сказать, что сегодня надо что-то удержать. Это не совсем верно. Я расскажу короткую историю о бедняке, который ходил по домам богатых, собирал пожертвования. Он однажды зашел к известному богачу. Тот говорит, посиди 5 минут, я сейчас посчитаю свое имущество с учетом роста акций. Бедняк очень обрадовался, сел и начал считать монетки, которые у него есть. Богатец смеялся и говорит, ну сколько еще тебе нужно, чтобы сравняться со мной? Тот говорит, разница между нами ровно 10 золотых монет. Тот удивился, как ты такое говоришь. Он говорит, смотри, я спросил сегодня у горбовщика в городе. И он сказал, что есть два вида погребальных саваннов. Самый классный и самый такой простой. Разница между ними в 10 золотых. Поэтому пусть умные делают вывод. В день суда человека не сопровождают ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, ни жемчуг. Только Тора, добрые дела и все, что мы помогали людям. И поэтому сказано у пророка Ишаи, пойдет пред тобой праведность твоя. И поэтому сегодня такой день, когда надо что-то делать. Нужно знать, что в будущем мире ничего не получают бесплатно. На кассе в будущем мире нужно за все платить. И только наличными. Причем эти наличные в виде исполненных заповедей, изученной Торы, из-за милосердия, хорошие качества, помощь ближнему. Все это можно предъявить на кассе. Больше ничего. Поэтому очень важно, чтобы сегодня каждый из нас сделал какой-то шаг в помощи людям, какой-то шаг в помощи мира. И надо помнить важнейшие слова наших мудрецов. Что венец всех добрых дел, это принести мир туда, где царят разлад, раздор. Где даже величайшее благо становится проклятием и приводит к отчаяниям. Если мы сможем соединить враждующие хотя бы две души, две страны, мужа и жену, или любое место, где идет разлад, можно не сомневаться, что Бог оценит наши усилия. Да, сегодня для этого все надо делать. Брахавы от слоха. И пусть война уйдет из наших домов.